Ситуация на Украине мало кого оставила равнодушным. Тюмень тоже распахнула свои двери для беженцев. Чтобы помочь украинским переселенцам, специально открыли пункты сбора гуманитарной помощи. Кроме того, нуждающимся помогают с оформлением документов, питанием, размещением. Один из таких пунктов разместили в областном центре «Семья» на улице геолога-разведчиков. В основном сейчас необходима посуда. То есть посуды у нас недостаток, поэтому посуду можно нести. Это кастрюли, сковороды, тарелки, кружки и так далее. Мужские вещи, мужская одежда и обувь. Но, естественно, всё в хорошем состоянии, потому что, конечно, бывает такое, что приносят не первой свежести, приходится всё это отбирать. Поэтому, конечно, желательно либо новое, либо в очень хорошем состоянии. Также, в принципе, принимаем мы всё. Это и средства личной гигиены, это какие-то детские вещи, памперсы. Ну, в принципе, мы ни в чём не ограничены, где же бы это всё было в хорошем состоянии. Беженцы едут к нам из Буганской и Донецкой областей, где сейчас самая напряжённая ситуация. На протянутую руку помощи реагируют положительно. Люди отзывчивые. Вообще, я даже как бы не рассчитывала на такие эмоции свои даже. Что вот люди очень помогают, всё спрашивают о проблемах, что надо. Ну, как бы очень довольны. При организации помощи беженцам из Украины не обойтись без волонтёров. В их рядах добровольцы из Тюменского госуниверситета. Волонтёров организуют с Дворца пионеров. Там есть координаторы, которые звонят. Мы оставляем номера, когда приходим сюда. И они нам звонят и говорят, когда мы можем прийти. Спрашивают время. Вот я, допустим, могу приходить с утра, ну, не каждый день, потому что у меня гибкий график работы. А получается, что с утра не очень много работы здесь. То есть, в основном, помощь нужна после обеда вечером и выходные. Чтобы помочь беженцам не только материально, но и морально, волонтёры даже создали новое направление. Культурно-досуговое направление включает в себя экскурсии, мастер-классы. Уже прошёл вечер гитарной песни под открытым небом. Мы приглашаем на эти мероприятия и беженцев с Украины, и тюменцев. То есть, стараемся, чтобы они взаимодействовали между собой, украинская и тюменская молодёжь. Также планируем в сентябре провести фестиваль с мастер-классами различными, танцевальными, художественными. Потому что многие дети занимались творчеством на Украине и сейчас, конечно, хотят продолжать, хотят совершенствоваться. Мы очень хотим этому помочь, сделать их жизнь яркой, насыщенной, помочь им приспособиться легче к новым условиям. Несмотря на подавленное состояние, люди пытаются жить дальше, воспитывать детей и планировать своё будущее. На будущее мы в основном детей сюда переправили, потому что невестка беременная, а там война. А сами будем смотреть уже. Ну, может, и сами останемся здесь. Если вы активны и творчески считаете, что можете помочь, обращайтесь в группу ВКонтакте. Штаб помощи беженцам с Украины. Тюмень. Протяните руку помощи тем, кто в ней нуждается. Ольга Селюнина, Николай Салдаев, Алексей Мойсов. Для Евразион ТВ.